Всем привет! Сегодня будет продолжение откровения блогеров и сегодня я вам поговорю и расскажу о себе и о ютюбе. Я вам расскажу, как я себя чувствую по отношению к ютюбе, как я чувствую себя по отношению к своему каналу. И в принципе я вам расскажу мой взгляд на... на жизнь, нет, мой взгляд вообще на ютюб, на канал и все, что с этим связано. Итак, я, конечно же, все это записала, потому что у меня никогда ничего в голове не запоминается, поэтому все записано. Так что я думала, может быть, сделать каких-то 10 фактов, 15 фактов, но поняла, что это все билиберда, не хочу делать никаких ни 10 фактов, ни 15 фактов, а просто хочу вам рассказать, в принципе, свой взгляд на ютюб и мое отношение к ютюбу. Так, первое, что я написала, что открыть мой канал, это было одним из правильных решений в моей жизни. Я вообще человек, у которого есть много разных интересов и дико любопытная, и если есть вещи, которые меня дико-дико интересуют, то я в это очень сильно поглубляюсь. И когда я вообще открыла для себя ютюб, то мне безумно захотелось тоже открыть свой канал и делиться с людьми самой собой. И, честно вам сказать, с момента, как у меня есть мой канал со всеми ups and downs, канал принес мне очень много положительных эмоций. И помимо положительных эмоций, я чувствую, как с помощью своего канала я очень сильно поумнела и повзрослела. И поумнела не в плане какой-то информации, которую я выучила за все время, что у меня есть мой канал, нет, а именно, то бишь, наверное, не поумнела, а помудрела, что ли. То есть я чувствую, что канал сделал меня более самодостаточным человеком, нежели я была до этого. Поэтому канал для меня это какая-то частичка меня, и это одно из самых моих важнейших хобби за всю историю существования меня. Благодаря ютюбу также я приобрела очень много знакомств, чего у меня не было до этого. Хотя я абсолютно общительный человек, но я не доблюсь людьми. То есть я вам как рассказывала, что я не доблюсь блогерами, которых я, с одной стороны, мы с ними общаемся, с другой стороны, мне неинтересно их смотреть. Таким же образом я не доблюсь людьми в реальности, я стараюсь этого не делать. И если есть знакомые, с которыми у меня нету какого-то общего языка, я и не стараюсь поддерживать общий язык, потому что... Ну, потому что я просто не такая, мне это неинтересно, и я не хочу давиться кашей, общаться с людьми, с которыми мне интересно. И поэтому это я говорю к тому, что ютюб мне дал возможность общаться с людьми, с которыми мне интересно. И помимо виртуального общения, там, не знаю, твиттера, инстаграма и тому подобное, также появились у меня новые знакомства, новые подруги, о которых я вам уже не раз рассказывала. То есть мой круг общения, он очень-очень сильно расширился, и это действительно, знаете, переполняет, наполняет, и от этого безумно-безумно просто очень-очень круто, тепло и классно в душе. Не только мне, Нетцер видит, как я расцветаю, как мне вообще нравится заниматься тем, чем я занимаюсь, и как мне нравится общаться с вами, с подписчиками, с девчонками, с которыми я знакома. И он тоже все время говорит, что он говорит, тебе твое это хобби, он говорит, идет очень к лицу, ты от него просто молодеешь и цветешь. До своего канала, пока у меня не появился свой канал, я была абсолютно пассивным зрителем. Я никогда не ставила ни лайк, ни дизлайк и не комментировала. С того момента, как появился мой канал, мой, конечно, взгляд на это все поменялся, поскольку я сама стала быть, я стала блогером. А, кстати, я считаю себя блогером, я знаю, что есть многие, кто делал свой канал, кто себя не считает блогером, а я дальше себя считаю блогером, я не вижу в этом... Я как-то об этом никогда не задумывалась, но мне кто-то как-то спросил, ты себя считаешь блогером? Ну да, я, наверное, считаю себя блогером, если у меня есть свой канал, но то канал свой подразумевает, что ты становишься блогером, поэтому да, я себя считаю блогером, то есть я на эту тему особо мозга не запудриваю. То есть, ну, есть канал, значит, я блогер и все. Так вот, я до своего канала была абсолютно пассивным зрителем, Я не видела смысла делать недолайки, слайки, не комментировать. А комментировать, кстати, я не любила, потому что когда-то я пару раз пыталась комментировать и спрашивать какие-то вопросы, и мне никогда, 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 никогда не отвечали. Меня это дико раздражало. Кстати, это одна из причин, по которой я всегда вам стараюсь отвечать. Потому что меня раздражает, когда я сама спрашиваю какой-то вопрос. Я понимаю, что не всегда есть возможности, я это все прекрасно понимаю. Поэтому всегда, когда вы что-то меня спрашиваете, хоть у меня не всегда это получается, Я в 99% стараюсь всем ответить, всем прореагировать, и даже если это будет просто такой, знаете, мой лайк вам на ваши комментарии, чтобы вы знали, что я его прочитала, я все равно всегда это делаю для того, чтобы, даже если это с промежутком в неделю, в 2-3, я всегда это делаю для того, чтобы вы знали, что мне важно ваше мнение, ваши комментарии, и именно потому что я не люблю, когда мне не отвечали, Поэтому я всегда это делаю для того, чтобы... Ну, потому что мне это важно, потому что я люблю поступать с людьми так, как бы я хотела, чтобы поступали со мной. Поэтому я всегда-всегда это делаю. Так вот, мое отношение изменилось абсолютно комментарием к лайкам и дисклайкам. Потому что я сейчас понимаю, когда я блогер, что это очень важно. И поэтому сейчас все видео, что я смотрю... Если мне видео нравятся, обязательно ставлю лайк. Если мне интересна тема, я комментирую. Ну, да, в принципе, если мне интересна тема, их какой-то вопрос я всегда буду комментировать. Дислайки я не ставлю никогда. Если мне видео не нравится, я или отключаюсь, или отписываюсь. Я не ставлю дислайк. Я слышала много девчонок, с которыми я общаюсь, их отношение к лайкам и дислайкам. Я вам скажу свое отношение, оно не замудренное. Я смотрю, сколько лайков вы мне ставите, я смотрю, сколько дислайков вы мне ставите. Я смотрю свою статистику, я смотрю статистику по отношению к видео, по отношению с каких мест, мужчины, женщины. Я смотрю абсолютно все. Это мой канал, меня все интересует о моем канале, и мне интересна статистика, мне интересны те видео, которые вам больше нравятся, которые вам меньше нравятся, как вы относитесь, мне интересно все, поэтому я из тех, которые проверяют. У каждого свое отношение, мне это не сложно, и мало того, что мне это не сложно, мне это важно смотреть, потому что моя статистика, она показывает не обязательно то, что вам понравилось, не понравилось, она очень часто показывает, сколько, с какой стороны человек смотрела, какое видео, не знаю, там за час у него было больше всего посмотров на моем канале. В общем, вся статистика, она дает какую-то перспективу понять, что зритель любит, какие зрители видео любит, какой зритель разговор любит, не знаю, я понимаю, что это канал, это мое хобби, и на своем канале я буду стараться делать то, что мне в первую очередь нравится, потому что здесь я проявляю саму себя, но вместе с тем это бы хобби не существовало, если бы не было у вас зрителя, и поэтому ваше мнение, оно не решающее в том, что будет происходить на канале. Но оно одно из главных игроков, происходящего на канале, наверное, так я это скажу. Поэтому я смотрю дизлайки, лайки, статистику, я абсолютно смотрю все и слежу за всем, что происходит на моем канале. По поводу лайков и дизлайков, и раньше я очень оставалась по поводу дизлайков, у меня прям иногда было до слез, что доходило, и не то, что я прям сидела и плакала, нет, но просто было дико обидно, там, не знаю, я сижу, что-то про себя рассказываю, человек ставит дизлайк. Я всегда думала, что ты мне ставишь дизлайк, только чувствую, вот я пришла и тебе сказала, здравствуйте, меня зовут Габи, мне 30 лет, хоп-чук поставила дизлайк, за что, за то, что меня зовут Габи, мне 30 лет. Но, вы знаете, дизлайки, как вообще все в жизни, все хорошее, плохое, ко всему привыкаешь. И к дизлайкам я очень быстро привыкла, и сейчас я более уже, и не то, что более, я вообще спокойно отношусь и к лайкам, и к дизлайкам. Но большинство, наверное, этого не знают или не понимают, а может быть, и знают, и понимают. А большинство людей, кто ставит дизлайки, они должны понимать, что и лайки, и дизлайки идут в рейтинг канала одно и то же. То есть, чтобы поставили лайк, чтобы дизлайк, что-то негативное или что-то положительное, все равно делают рейтинг каналу, и все. То есть, дизлайк, кроме того, чтобы сделать рейтинг канала, больше ничего не делает, но, может быть, нам, блогерам, показывает ваше отношение к тому или иному видеоролику. Но вместе с тем, я хочу вам сказать, что я помню, когда мы с Олей делали совместное видео, я получила много очень дизлайков на это видео. Но, вам честно скажу, я до сих пор не знаю, почему я получила за них дизлайков, и это никогда меня в жизни бы не остановило еще раз делать с Олей миллион новых видео, потому что эти видео, от которых я получила уйму удовольствия, я буду продолжать их делать, несмотря на мнение зрителя. На своем канале, несмотря ни на что, самый важный аспект, это оставаться мне самой собой. Мне это очень важно, я очень-очень хочу, несмотря на то, как мой канал будет продвигаться, куда он в дальнейшем придет, если он придет куда-то, какой популярности он будет, я буду стараться и делать все для того, чтобы оставаться я самой собой. Я и так же стараюсь, когда я снимаю видео, быть насколько можно приближенней к самой себе, потому что, когда снимаешь видео, мы все равно немножко другие, во-первых, мы всегда нафуфыренные, то есть, ну, накрашенные, конечно, можно снимать как хочешь, но я люблю быть примарафетим, мы как-то более правильно говорим, то есть, и все. Но мне очень важно оставаться самой собой, я не знаю, если вы это чувствуете, если я вам это передаю, но я очень, хотя вы меня не знаете в реале, но я очень стараюсь быть самой собой, такая, какая я есть в жизни. Может быть, немножко фильтровать свой разговор с вами, говорить, может быть, немножко правильным русском и без ручуга, не как я люблю это, но, в принципе, я очень-очень стараюсь оставаться с собой собой. И это, наверное, самое мое большое пожелание самой себе в продвижении моего канала, чтобы я всегда, несмотря ни на что, неважно на что, оставалась самой собой, неважно, хороший, плохой, просто самой собой. Следующий пункт, что я написала, это такой пункт, который в два себя пункта втянет, я еще раз поставлю над этим пунктом какую-то, может быть, определенную точку по поводу подарков от своих подписчиков и по поводу вещей на обзор. Есть девчонки, которые говорят, что они против этого и что они не воспринимают тех блогеров, которым присылают вещи на обзор. Есть кто-то против, есть кто-то за и есть много разных мнений. Я хочу вам сказать такое свое настоящее не лукавое мнение. Я еще не видела ни одного человека в этом мире, кому неприятно получать подарки. И кто говорит, что это не так, значит, он лукавит. Личное мое мнение, можете кидать мне помидорами, сколько хотите. В любом случае, я вам уже давно об этом говорила и повторюсь, я ничего не вижу в плохом получать подарки от вас, от своих подписчиков, кто хочет мне что-то присылать. Поскольку я считаю, что если человек не хочет мне присылать, он никогда мне ничего не пришлет. Поэтому я не вижу ничего плохого, когда соглашаюсь на ваши подарки. То же самое с вещами на обзор. Если ко мне обращается какая-то фирма, какая-то фирма, мы будем все класть по полочкам, да, ко мне мало кто еще обращается, потому что канал у меня очень маленький. В любом случае, есть некоторые фирмы, которые ко мне обращались. Если мне интересно сотрудничать с этой фирмой, мне интересно получить продукт от них и попробовать его, я никогда не скажу нет, потому что мне кто-то не одобрит. Главное, в первую очередь, чтобы я сама себя одобрила. Но мне, как я вам сказала в предыдущем пункте, главное оставаться самой с собой. И я вот в следующем видео вам покажу, что я получила на обзор, на обзор или что, а продукты, и когда я это получила, я даже помню, кому я это показала, Соня, я помню, тебе это показывала, да, или Оле я показывала, не помню, кому. Я, конечно, этой женщине написала, что мне было очень приятно, что она обратила внимание на мой канал, и что ей интересно сотрудничать со мной. Вместе с тем, я ей сразу написала, что если ей это подходит, потому что мой отзыв будет зависеть от того, понравится мне продукт или не понравится, и мой отзыв будет настоящим. И я не буду под них как бы подстраиваться и говорить то, что они хотят, чтобы я сказала на канале. Поэтому если ей это подходит, то пусть она мне присылает на обзор то, что она хочет. Она мне написала, да, конечно, пусть будет все по чесноку. Поэтому вот, в принципе, как-то так. Я с удовольствием буду сотрудничать с тем, с кем мне интересно, и брать вещи какие-то на обзор, что мне интересно. Есть некоторые фирмы, которые ко мне, честно могу сказать, обращались, мне абсолютно было неинтересно, я сразу отказалась. Но вот то, что я вам покажу в следующем видео, мне было безумно интересно, и поэтому я согласилась. Сразу вам могу уже сказать, забегая вперед, часть мне понравилась, часть мне не понравилась. И я вам честно расскажу это в следующем видео. Посмотрите, о чем идет речь. Поэтому я ничего плохого не вижу в сотрудничестве. И еще вам могу более того сказать, что я думаю, что каждый блогер, если к нему обратится кто-то не, не знаю, там, а-ля Китай, да, а что-то более серьезное, какая-то фирма, я не знаю, которая представляет в их стране, например, Шанель, предположим, да, и предложит прислать какие-то продукты шанелевские на обзор, скажите мне, покажите мне пальцем того блогера, который откажется. Если есть такой блогер, то я не знаю, зачем он это делает, потому что это глупо, а в любом случае, мне кажется, никто не откажется. Поэтому это все дело вашей самодостаточности, в этом случае моей самодостаточности, как правильно я ставлю вопрос ребром, потому что я знаю, что в Израиле есть многие блогеры и что их, да, просят говорить конкретно то, что хотят слышать, и в моем случае этого не будет никогда. Я этого очень боюсь и не хочу вообще, чтобы мой канал к этому приходил, чтобы я говорила то, что другие хотят, чтобы я говорила. Поэтому мне очень важно, это главный аспект, я вам уже это сказала в прошлом пункте, оставаться самой собой, мне это безумно-безумно важно, поэтому я буду делать все для того, чтобы мой канал был для меня, в первую очередь, честный, насколько это возможно. Следующее, что я написала, что я думаю о тебе, я думаю, что YouTube, в принципе, если мы будем продолжать эту тему сотрудничества, YouTube это место больших возможностей в любых аспектах, не только для блогера, но и для подписчика, в общем, вообще YouTube это классное место, классное место знакомиться с новыми людьми, вообще много чего можно найти в YouTube, очень полезное место, можно найти много разных вкусных рецептов, в общем, вообще YouTube, мне кажется, просто, ну, вот как говорят, что Америка страна больших возможностей, так мне кажется, что YouTube в интернете это сайт больших возможностей. Теперь давайте так по мелочи, с чего, может быть, вы не знаете, а в неделю я снимаю по два видео, я стараюсь снимать их на выходных, и тогда вам на следующей неделе их ставлю, больше я не снимаю, и я снимаю только то, что меня вдохновило в последние дни, то есть, например, сегодня я вам решила сделать это видео о YouTube, потому что, не знаю, что-то последние два дня меня прям так загорелось это видео сделать, и поэтому сегодня я его делаю, я делаю то, что меня вдохновляет на данный момент, я могу, например, всю неделю думать, что я сделаю что-то одно, приходят в пятницу, и у меня вообще что-то переклинивает, я делаю совсем что-то другое, я именно делаю то, что меня вдохновляет на данный момент. Следующее, что я написала, у меня бывают такие моменты, что я отдыхаю от YouTube, несмотря на то, что я блогер, я снимаю вам видео, я могу сама в плане подписаться, кстати, в подписках у меня есть, кому интересно, около 40 подписок, или даже меньше, у меня есть их очень много, я их очень часто чищу, потому что, не знаю, чищу очень часто, честно вам скажу, очень часто подписываюсь, потом через месяц мне кто-то надоедает, я отписываюсь, но это не значит, что я могу на него обратно потом не подписаться, то есть у меня как-то так, примерно около 40 в большинстве, я люблю отдыхать от YouTube, например, сейчас, когда я ездила в Ригу, я целую неделю смотрела YouTube, и когда я вернулась, я решила, что мне еще хочется поотдыхать, и я опять целую неделю смотрела YouTube, и потом я готовилась к Пуриму, и я опять целую неделю не смотрела YouTube, то есть я уже три недели вообще ничего не смотрела на YouTube, ну, плюс я сейчас читаю трилогию, одну я уже закончила две книги, начала третью, и у меня как-то большее время уходит на книги, то есть я вам снимаю, редактирую, но сама ничего не смотрю, я иногда люблю так ничего долго-долго не смотреть, а потом, знаете, так захлеб одного блогера, второго блогера, третьего блогера, в общем, я иногда люблю так захлебываться блогерами, Поэтому, да, я очень часто так делаю, что я отдыхаю Кстати, я также люблю собирать видео и смотреть их То есть не сразу вот вышло видео посмотреть, нет, я иногда люблю собирать по 5-6 видео от одного и того же блогера И потом их просто так один за другим смотреть, как сериал, знаете, долго-долго ждешь несколько разных серий И потом одну за другой смотришь, чтобы уже, раз есть интерес и он загорелся, есть аппетит, то один за другим смотреть Ну и несколько последних вещей, о которых я вам сегодня расскажу Я люблю снимать при дневном свете, все видео, что вы смотрите при дневном свете, у меня нету никакого дополнительного дома освещения У меня, слава богу, есть хорошая линза или объектив, как это на русском правильно, которая дает мне возможность снимать при плохом свете Но, в принципе, я хочу и продолжать снимать при дневном свете Может быть, когда-то я себе куплю софтбокс, но я в этом даже не уверена, потому что мне нравится, как мои видео выглядят на данный момент Мне как бы это удовлетворяет, и поэтому вот такой вот дневной свет, белые стены, которые отражают этот цвет И свечечки, в общем, короче, мне дико нравится, как все у меня выглядит, и меня это очень удовлетворяет И это, с одной стороны, как-то эстетично выглядит, но с другой стороны, не супер сделано Хотя многим не раз говорили, что им кажется, это же овер сделано В любом случае, меня удовлетворяют, поэтому именно так я снимаю Еще я вам хотела рассказать, что есть несколько, это просто так интересно, такой факт Есть несколько моих подписчиков, которые на меня недавно подписались Девчонки, которые сами блогеры И вот это я возвращаюсь к первому пункту, и тем самым закрываю круг, что я пассивный подписчик Есть у меня несколько подписок, которые у меня уже годами Ну, год-два, где-то так Девчонки, которые на меня недавно подписались И они даже не знают того, что с самого начала их канала я подписана на них Я не буду раскрывать секрет, кто это Вот, но в любом случае у меня есть парочку таких И когда я увидела, что они подписываются на мой канал, то что они подписались И начали комментировать, мне было безумно-безумно приятно Потому что, ну, это очень приятно, когда ты кого-то смотришь И вдруг этот человек, ты ему тоже становишься быть интересен И он тебя тоже начинает смотреть, комментироваться И происходит какое-то взаимообщение Вот, так что, вот такие вот дела Вот такие вот маленькие факты о моей жизни на ютубе Не знаю, может быть, вам было интересно Мне почему-то очень с вами хотелось поделиться, рассказать свое мнение Расскажите, как вы видите ютуб Наверняка многие из вас видят ютуб абсолютно по-другому, не так, как я Может быть, у вас вообще есть какие-то другие мысли Может быть, вы что-то хотите рассказать мне обо мне Как вы меня воспринимаете с экранов ваших компьютеров, телефонов и тому подобное Ну что ж, на сегодня все Мы с вами увидимся в следующий раз И я надеюсь, я вам дала какую-то пищу для размышления Пока Всем привет Если вы обратили внимание, что последние пару недель я появляюсь на ютубе очень мало И в ваших комментариях, кого я смотрю, и в моих комментариях И выставляю мало